МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом дворе переполнены все мусорки, а место уборщиков заняли птицы. Голуби потихоньку уничтожают следы любителей семечек. Заполненные по утрам до отказа мусорки, видимо, не редкость. Мы встретили еще одну на проспекте Ленинского комсомола через дорогу от пожарной части. Выглядит, словно кто-то не дошел нескольких шагов до большого контейнера у соседнего дома. Наше дежурство продолжается. Следующая остановка – парк. Это детская площадка в Сосновой роще, около Жуковского проезда. Площадка детская и мусор, соответствующий пакетике от чипсов, конфетной обертки. Вот кто-то оставил журнал, наверное, чьи-то родители. Все это можно собрать и выбросить в контейнер. Здесь еще есть место, но сама мусорка не закреплена. Поэтому все ее содержимое может легко высыпаться на улицу. В этом случае ветер разносят отбросы по площадке и парку. Силами одних лишь дворников проблему не решить, уверены местные жители. Чистота – это общее дело. У меня дети, я их приучаю к порядку, чтобы не мусорили. Они у меня иногда сами мусор собирают. То есть мама обращает внимание, смотри, бутылку валяется. Я говорю, давай выбросим мусор на ведро. Пока наша съемочная группа на дежурстве, в редакцию звонят жители Петровского проезда. Говорят, их двор уже почти год задыхается от отходов. За это время очевидцы накопили внушительный видеоархив мусорного беспредела. Вот народный взгляд на проблему. А вот похожие кадры, снятые в понедельник утром. В объективе мобильника нашего корреспондента – будничные горы мусора во дворах на проспекте Ленинского комсомола. В середине недели дворники обычно выигрывают схватку с отходами. Но к выходным мусор вновь переходит в наступление. Изменится ли что-то к осени, узнаем совсем скоро. Дежурный по городу следит за проблемой. Алексей Пимнов, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.